В Нью-Джерси пассажирский поезд врезался в автомобиль, есть погибшие. Почему представители еврейской общины в Чикаго возмущены ходом расследования убийства прихожанина синагоги? В Вашингтоне усилены меры безопасности в самом центре столицы США проходит митинг Камал и Харрис. Бывший стратег Дональда Трампа Стив Беннон вышел на свободу. Надолго ли? Издание Washington Post отказалось поддерживать Харрис и лишилось 200 тысяч подписчиков. В громком уголовном деле рэпера Шона Диди Компса появились новые страшные эпизоды. В Сан-Франциско грабители на автомобиле заехали в бутик Louis Vuitton. Нью-Йорк опять возглавил рейтинг штатов, откуда чаще всего уезжают жители и кадры голодного медведя от подписчиков бюро из Флориды. В общем, досмотрите это видео до конца. Всем привет! Я Денис Чередов. Сегодня вторник, 29 октября. И ровно неделя остается до выборов президента США. И все, как и вы сейчас, следят за новостями Америки. Что ж, устраивайтесь поудобнее. Новостей много, как обычно в это время, на YouTube-канале. Бюро я рассказываю о том, что на самом деле происходит в Америке. Самые важные темы и события Соединенных Штатов обсуждаем вместе с вами. Поэтому пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на бюро. Ну а мы начинаем. В известном районе штата Нью-Йорк Хэмптонсе сегодня утром было найдено тело 33-летней жительницы Бруклина Сабины Россос. Как сообщают полицейские округа Сафолк, женщину убили на территории оздоровительного курорта, больше известного как дом-шоу Суги Бана. Именно туда часто приезжают обеспеченные жители Нью-Йорка, чтобы пройти курс восстановления и очищения. Пока у полицейских нет точной информации, кто же мог быть причастен к убийству жительницы Бруклина. Расследование сейчас продолжается. Пока информации об арестах нет. В Нью-Джерси пассажирский поезд сбил на путях автомобиль. Водитель скончался на месте. Авария произошла в районе Линкольн-парка. Каким образом автомобиль оказался на путях, пока точно неизвестно. Но, скорее всего, водитель не увидел или проигнорировал предупреждающие знаки. Полиции заявили, что на перекрестке Рейсон-Роуд даже установлен шлагбаум. В пассажирском поезде никто не пострадал. Известно, что он направлялся в город Хобакен в Нью-Джерси. Представители еврейской общины Чикаго возмущены ходом расследования убийства прихожанина синагоги. Минувшую субботу там был застрелен 39-летний мужчина, который шел в синагогу. Полиция задержала 22-летнего жителя Чикаго. Ему предъявили обвинение по 14 пунктам. Однако пока полиция не расследует это дело как преступление на почве ненависти. Представители еврейской общины уверены, что прихожанина застрелили намеренно. Сегодня утром суд решил оставить подозреваемого в убийстве под стражей. Дата суда основных слушаний пока неизвестна. Другим новостям в Вашингтоне усилены меры безопасности. В самом центре столицы США проходит митинг кандидата от демократической партии Камал и Харрис. На встречу пришли тысячи людей. Однако в полиции не исключают, что сегодня в Вашингтоне возможны и провокации. Слово моему коллеге, корреспонденту бюро Гарри Книгницкому. На митинг Камал и Харрис в центре Вашингтона, в центре американской столицы, собрались буквально десятки тысяч человек. Изначально организаторы этого митинга подавали заявку в полицию Вашингтона на 20 тысяч человек. Затем стало понятно, что вот здесь на Конституцион-авеню и в районе Южной лужайки Белого дома просто не разместить всех желающих. В итоге полиция Вашингтона согласовала митинг на 40 тысяч человек. Но уже сейчас понятно, что здесь больше 50 тысяч. Об этом сегодня сообщала полиция Вашингтона. И я смотрю, что люди, Денис, все еще прибывают и прибывают. Надо сказать, что место проведения этого митинга выбрано не случайно. Это Эллипс-парк. Вот он здесь находится. Это возле Южной лужайки Белого дома. И именно там 6 января 2021 года проводил митинг своих сторонников Дональд Трамп. И как мы помним, после этого митинга сторонники Трампа пошли на штурм Капитолия. Поэтому по мысли Камалы Харрис, здесь она таким образом дает дань уважения закону. Она тем самым говорит, нет, я не такая. Я ни в коем случае не буду призывать беспорядком, не буду призывать никаким штурмом. И как нам стало известно из выступлений Камалы Харрис, какие-то фрагменты ее речи уже прозачились в прессу. Но в целом это речь направлена на то, чтобы позиционировать демократического кандидата, как кандидата, который будет соблюдать закон неукоснительно. И Камала Харрис в том числе говорила о том, что она не будет преследовать политических оппонентов. Она тем самым противопоставила себя Дональду Трампу. То есть это буквально ее цитата. Она говорит, что не будет никого сажать в тюрьму. Наоборот, она хочет приглашать тех, кто с ней не согласен за стол переговоров. Ну а в адрес Трампа Камала Харрис собирается сделать несколько выпадов. В частности, она будет говорить о том, что он собирается выпустить из тюрем участников беспорядков 6 января 2021 года. Как раз участников того самого штурма Капитолия. Ну и кроме того, известно, что некоторые спонсоры избирательной кампании Камалы Харрис высказывали озабоченность, что в своей повестке предвыборной на своих митингах Харрис слишком много внимания уделяет фигуре Трампа. И спонсоры просят ее все-таки больше как-то концентрироваться на позитивной, положительной повестке. В частности, на экономике. Потому что экономика – это проблема номер один сегодня для американцев. И они хотят услышать от Камалы Харрис какой-то конкретный посыл. Ну вот на это уже отреагировал кандидат вице-президента Тим Уоллс, напарник Камалы Харрис по избирательной гонке. Он признал, кстати, что действительно, может быть, не хватает какой-то конкретики. Он признал, да, действительно, компания Харрис может быть где-то чересчур зациклена на кандидатуре Трампа, на противоборстве с Трампом. Но, по словам Уоллса, в этом в том числе ведь и заключается один из главных посылов президентской гонки, один из главных посылов избирательной кампании Камалы Харрис, чтобы противопоставить себя Трампу, чтобы показать, что она не такая, что она будет следовать закону. И еще, кстати, интересная деталь заключается в том, что вот в штабе Харрис эту сегодняшнюю речь перед десятками тысяч человек в центре Вашингтона называют заключительным аргументом, заключительным словом. Это термин судебный, прокурорский, это из прежней прокурорской практики Камалы Харрис. Там принято, выступая в суде, прокурор дает вот это самое заключительное слово, после чего присяжные уже удаляются на совещание перед вынесением приговора. И это такая своеобразная метафора, то есть Камала Харрис дает понять, что вот сегодня ее заключительное слово, а дальше уже будут решать все избиратели. Но избиратели действительно будут решать уже все очень скоро, меньше уже, ну неделя остается, но по сути можно сказать 6 дней до выборов. И рейтинги пока Камалы Харрис не внушают особого оптимизма. Трамп здорово прибавил в последние недели, по данным большинства опросов, он уже сравнялся с Камалой Харрис. Да, выходили еще сегодня опросы ABC и CBS, они показывали, что Харрис лидирует где-то на 4%, где-то на 1%. Но если суммировать данные всех общенациональных опросов, то мы получим картину примерного равенства, а в колеблющихся штатах, в колеблющихся семи штатах Дональд Трамп даже сумел опередить Камалу Харрис. Ну и вот в штабе Харрис надеется, что сегодня вот такой вот речью перед такой многочисленной аудиторией ей удастся все-таки переломить ситуацию, ну буквально будем говорить за неделю до выборов. Денис. Спасибо из Вашингтона за митингом Камалы Харрис, наблюдает корреспондент бюро Гарри Книгницкий. Мы продолжаем. Бывший советник и стратег Дональда Трампа Стив Беннон сегодня вышел на свободу. В тюрьме Коннектикута он провел почти 4 месяца. Беннон попал в федеральную тюрьму после того, как отказался предоставить информацию комитету палаты представителей о расследовании штурма Капитолия. Находясь в тюрьме, Беннон поддерживал связь со сторонниками и даже руководил собственным подкастом. Ну а 9 декабря в Нью-Йорке начнется процесс по обвинению экстратега Трампа в мошенничестве, отмывании денег и сговоре для совершения преступления. Обвинения связаны со сбором пожертвований на строительство той самой стены на границе с Мексикой. Беннон и его сообщники создали некоммерческую организацию We Build The Wall. И вот собранные средства Беннон и его сообщники должны были передать государству. Однако, по версии следствия, деньги переводились в другие организации, принадлежащие Беннону. Ну а потом сотни тысяч долларов были потрачены на путешествия обвиняемых и оплату долгов по кредитным картам. Сегодня окружной прокурор Филадельфии заявил, что сейчас с иском против Илона Маска может ознакомиться общественность. Напомню, что прокуратура подала в суд на Илона Маска за то, что известный бизнесмен разыгрывает миллионы долларов перед выборами. Прокурор потребовал суд запретить розыгрыш Маска, назвав его незаконной лотереей. Тем более, по законам Пенсильвания лотереи имеют право проводить только власти штата. Напомню, что Илон Маск, который поддерживает Дональда Трампа на президентских выборах, пообещал разыгрывать по миллиону долларов каждый день среди избирателей в Пенсильвании. Но для этого они должны подписать его петицию в защиту поправок Конституции США, свободе слова и праве на ношение оружия. После вмешательства прокуратуры розыгрыши Маску пришлось приостановить. Скандал в американских СМИ. Известное издание Washington Post впервые за 30 лет отказалось поддерживать кандидата на выборах президента США. И вот за 4 дня от газеты отписались 200 тысяч читателей. Это примерно 8% от всей аудитории издания, включая печатную версию. Бывший редактор газеты Маркус Браухлем назвал это число колоссальным. О том, что газета впервые за 30 лет отказалась поддерживать кого-либо из кандидатов на пост президента США, стало известно еще на прошлой неделе. Генеральный директор и издатель Уилл Льюис объяснил, что газета хочет, цитата, «вернуться к истокам», потому что много лет Washington Post позиционировала себя как независимое издание. Однако многие эксперты считают, что таким образом владелец газеты, миллиардер Джефф Безос, не захотел поддерживать Камалу Харрис. Ну и добавлю, что газета Los Angeles Times тоже отказалась поддерживать Харрис на выборах президента. Спасибо вам огромное за лайки, за ваши комментарии. Я Денис Чередов, мы продолжаем. Сегодня имя рэпера Диди Компса опять в топе новостей. Два новых иска поданы против рэпера Шона Диди Компса. В одном из них музыканта обвиняют в сексуальном насилии. Ну вот в иске говорится, что преступление это произошло еще в 2005 году в Нью-Йоркском отеле. Во втором иске хип-хоп-магната обвиняют в аналогичном преступлении в отношении подростка. Напомню, что сейчас 54-летний Компс находится под стражей и ждет суда, который должен начаться 5 мая следующего года. Ему дважды было отказано в освобождении под залог. Рэпера обвиняют в вымогательстве и торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Сейчас в обвинительном заключении фигурируют имена более 100 предполагаемых жертв. В Сан-Франциско молодые люди решили необычным способом ограбить бутик Луи Виттон в центре города. Но вот эти вот кадры были сделаны на Юнион-сквер в Сан-Франциско. Как видно на записи, подозреваемые влетели в бутик на автомобиле. О пострадавших пока не сообщается. Полицейским удалось задержать подозреваемых. В магазине Луи Виттон сейчас подсчитывают причиненный ущерб. Другим темам в Айове суд присяжных признал врача виновной в смерти пациентов. Все произошло еще в 2020 году в больнице округа Скотт. Стиву Шварцу сделали операцию на шее. Однако после этого у мужчины начались серьезные осложнения, вызванные инфекцией. По версии следствия, после операции мужчина принимал назначенные ему антибиотики от бактериальной инфекции. Однако врач Мишель Шпренгель-Мейер в какой-то момент перестала контролировать прием лекарств. Через 20 дней Стив Шварц умер. Родные пациента подали иск в суд и обвинили доктора в халатности. И вот спустя 4 года присяжные заседатели вынесли вердикт. В смерти 67-летнего пациента виновата врач. Также семья погибшего должна получить компенсацию в 1,5 миллиона долларов. В ближайшее время суд должен вынести приговор по этому делу. Нью-Йорк опять возглавил рейтинг штатов, откуда чаще всего уезжают жители. В 2023 году Нью-Йорк покинули более 180 тысяч человек, что составляет почти 1% от общей численности населения. Это немного меньше, чем в 2022, тогда штат покинули 244 тысячи человек. По последним данным переписи населения США, население Нью-Йорка сокращается быстрее, чем в других штатах. Но вот куда переезжают нью-йоркцы? Самое популярное направление по-прежнему Флорида. Более 70 тысяч человек переехали именно туда. Но также вот в основном люди уезжают из Нью-Йорка из-за роста преступности и эмиграционного кризиса. Такая же тенденция с оттоком населения наблюдается в Нью-Джерси, Иллинойсе, Аляске и Луизиане. Другие же штаты, наоборот, в 2023 году могут похвастаться ростом населения. В этот рейтинг вошли Северная Каролина, Северная Дакота, Южная Каролина, Вермонт и Делавер. Ну а вы согласны с данными Бюро переписи населения США? Пишите свое мнение в комментариях. Мы продолжаем. Сразу несколько подписчиц Бюро обратились к нам с вопросами, которые касаются смены фамилий. Екатерина, Мария, Надежда отправили нам письма с просьбой рассказать, как смена фамилий в Америке у граждан России сможет отразиться на их жизни в США. Ну вот, например, у Марии теперь новая фамилия, американская, ну а в российском паспорте осталась еще старая. И вот Мария спрашивает, будут ли у нее проблемы, например, с путешествиями или поездками. Ну вот для этого мы прямо сейчас приглашаем к нам лицензированного юридического консультанта Карину Дюваль, которая знает в этом точно практически все, мне так кажется. Карина, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что присоединились. Вот Мария теперь не знает, что же делать, хватается за голову, у нее в российском паспорте российская фамилия, тут она получила американскую и думает, что теперь может не попасть сюда, либо выехать из Америки. Что делать? Ну нужно привести документы в соответствие. То есть если она поменяла здесь фамилию, в большинстве штатов при вступлении в брак женщина берет фамилию мужа по умолчанию. Об этом нет ни одного слова в свидетельстве о браке. Это предполагается. Все знают, что если Смирнова вышла замуж за Смита, она стала Мактам Смит. Ей не нужно дополнительных доказательств. А России нужно. Для России такое свидетельство о браке не является документом, подтверждающим перемену фамилии. Поэтому нужно либо в судебном порядке поменять фамилию, здесь обратиться в ЦИВИЛКОР по месту жительства. Это очень простая процедура, очень дешевая, не требующая адвокатов. Получить решение суда, поставить на него постель. И это легальное основание для получения российского паспорта на новую фамилию. Либо это можно сделать в органах ЗАГС на территории России. Но это если время позволяет, потому что это тоже процедура. Но вот я, допустим, меняла свою фамилию в российском паспорте на Биваль. У меня тоже в суде не было указано, что я взяла фамилию мужа. Я меняла в российском ЗАГСе по заявлению о перемене имени. Подаешь заявление о перемене имени, платишь госпошлину тысячу рублей. И через месяц получаешь свидетельство о перемене имени, которое является уже основанием для получения паспорта на новую фамилию. Это нужно сделать. Если это не сделать, то, в общем-то, ничего смертельного не произойдет. Многие так по 40 лет живут. Но, тем не менее, эти люди создают проблемы. Во-первых, они сами могут попасть в проблему в один прекрасный день, и не сумеют подтвердить в России, что он, это он. А также они могут создать проблему своим наследникам. Вот у меня сейчас ко мне обратилась женщина. У нее умерла дочь в Америке. И в Америке она в Пенсильвании вступила в брак. И в Пенсильвании у нее свидетельство о браке не указано, что она взяла новую фамилию. И в России она везде проходит по предыдущей фамилии. А свидетельство о смерти выдано на фамилию мужа, которую она в браке приобрела. И в нотарию, соответственно, в России не открывают наследственное дело, сроки идут, она ничего не может сделать. И они обратились ко мне, чтобы я в судебном порядке установила факт принадлежности этой фамилии данному человеку. Но вот не создавайте для своих родственников таких проблем, даже если вам кажется, что вы молоды, и у вас вся жизнь впереди. Вот оно бывает как раз наоборот, когда родители вступают в наследство после своих детей, и у них совершенно нет ни денег, ни знаний юридических, ни опыта. Поэтому пока вы молодые, бодры, делайте это сами. Да, спасибо большое. Я вот как раз и хотел спросить, с какой же проблемой, да, вот мы могли бы назвать пример. Как раз вы назвали пример, при смене фамилии могут столкнуться иммигранты. Да, спасибо большое. И все-таки вот если возникают вопросы на границе, они могут возникнуть при смене фамилии? И, может быть, были у вас подобные такие случаи, когда вам люди звонили прямо с границы, не знаю, там говорили, что же мне делать, что же мне делать, или все-таки таких прямо вот глобальных проблем не возникнет? Очень смешно, потому что ко мне звонили не люди с границы, а сами пограничники. А вот. Но это было давно. Вот это было давно, когда еще многие не знали, как выглядит эта постель. А когда человек с разными фамилиями путешествует, то обычно достаточно документа, подтверждающего законность переменной имени. То есть приходишь на границу с пачкой бумаг, что был Петров стал, там Семенц, например, и так далее. Ну и вот. Но все документы должны быть легализованы, апостелированы, переведены. Лучше этого не делать. То есть я, допустим, скажу по собственному примеру, не скажу, что это правильно, что это эталонно. Многие наверняка действуют иначе и прекрасно при этом живут. Но когда я меняла себе фамилию, то я дала билет в Анвы в Россию, на фамилию, на предыдущую. А в России, когда я поменяла фамилию на новую, то я взяла опять в Анвы в Америку на действующую фамилию. И мне ни там, ни здесь не пришлось никому ничего доказывать, потому что паспорт и билет полностью соответствовали друг другу. Но если у вас какое-то есть несоответствие, то документы о перемене имени не нужно иметь с собой. Спасибо большое. И спасибо, что поделились личным опытом. Для многих тоже это на самом деле важно, кто бы там что ни говорил. И вот я надеюсь, что сегодня Мария уж точно осталась довольна ответом на свой вопрос. Спасибо огромное. Лицензированный юридический консультант Карина Деваль была вместе с нами на YouTube-канале Бюро. Я вас благодарю и увидимся. И мы вас благодарим. А вы знаете, что в Америке никому нельзя сообщать номер своего социального страхования? Правда ли это? Или все-таки есть некоторые исключения? Оказывается, в Америке вы смело можете назвать номер своего социального страхования агентом по медстрахованию. Именно поэтому сотрудники компании Health Brokers получают специальные сертификаты и несут ответственность за личные данные клиентов. В компании Health Brokers в Бруклине можно оформить любую медицинскую страховку и выбрать план, который подходит именно вам. Также здесь вам помогут грамотно заполнить заявку на получение пособия по безработице или отправят от вашего лица документы на разные федеральные программы помощи для малообеспеченных жителей Соединенных Штатов. Для этого нужно позвонить по телефону и назначить консультацию в любом из трех офисов Бруклине. Главный офис компании Health Brokers находится в Бруклине на Кони Айленд Авеню. Здесь вы не ошибетесь. Приезжайте сюда и заходите в здание прямо напротив Титибанка. Ну и помните, что в нашей жизни самое главное – это все-таки здоровье. Спасибо вам огромное за ваши лайки и за ваши комментарии. Я Денис Чередов. Мы продолжаем и прямо сейчас давайте посмотрим кадры от наших подписчиков из Флориды. Наши зрители из небольшого городка Леди Лэг Евгений и Иван Хармат встали сегодня утром и увидели, как во дворе их дома кто-то перевернул мусорные контейнеры. Ну вот, посмотрев записи с камер наблюдения, все стало ясно. Ночью к семье приходил в гости медведь. Ну вот Мишка искал еду и в итоге нашел что-то в мусорном баке. Пакет был не таким тяжелым, который он нашел, и медведь очень быстро утащил поздний ужин, мне кажется, в лес. Евгений и… Огромное Евгении спасибо и нашим подписчикам за вот это вот видео. Вот медведь как раз уносит пакет с едой, я надеюсь. На сегодня все, я Денис Чередов. Как всегда, благодарю всех, кто смотрит наши выпуски. Не забудьте поставить лайк этому видео и написать свой комментарий. А мы с вами увидимся завтра утром по Нью-Йорку. Не пропустите наше утреннее шоу «Утро в Америке». Увидимся!